1 ноября в институте филологии межкультурной коммуникации имени Льва Николаевича Толстого стартовала международная научная конференция, посвященная широкому кругу проблем, направлений современного теоретического и прикладного языка знаний, у истоков которых находились представители Казанской лингвистической школы, в том числе Богородицкие. Конференция, посвященная роли Казанской лингвистической школы в мировой науке. Богородицкий был одним из выдающихся представителей этой школы. Он после себя оставил наследие очень солидное, и это наследие можно дальше изучать, продолжать, развивать. Помимо исследований в области экспериментальной фонетики русского, татарского и других языков, ему принадлежат популярные в первой половине XX века и многократно переиздававшиеся учебники, общий курс русской грамматики и лекции по общему языковедению, содержащие отдельные оригинальные положения, касающиеся природы языковых изменений и анализа структуры слова. Конференция проводится в 12 направлениях при поддержке Министерства образования и науки Республики Татарстан. Современная наука состоит из трех главных разделов – естествознания, общественных или социальных наук, общества и мышления. Языкознание, как наука о человеческом языке, принадлежит числу общественных наук, с которыми соприкасаемся каждый день и является неотъемлемой частью нашей жизни. Диана Шилова, Руслан Урозаев, Универньюз. Диана Шилова, Руслан Урозаев